Друзья, всех приветствую! Итак, давайте рассмотрим видеокарточку, которая очень хотела жить. В этом видео будет ремонт видеокарточки NVIDIA GTX 560. Не путать с современными карточками от AMD RX 560 серии. Это довольно старая видеокарточка с одним гигабайтом видеопамяти на борту. Итак, что мы видим? Мы видим стол нижнего подогрева, видим паяльную станцию, то есть фен, видим видеокарточку, в руках у меня флюс. Что я буду делать? Я буду прогревать все чипы памяти, установленные на видеокарте, и затем прогревать сам центральный процессор. Все будет прогреваться до того момента, пока не расплавится припой под микросхемами. И микросхемы не начнут шататься на шариках, так называемых, на которых они припаяны к плате. Соответственно, надо хорошенько нагреть снизу саму плату. И сверху феном обрабатываем до момента того, как начинаются шататься, до того момента, как расплавится припой, и начинают шататься сами микросхемы. Не жалеем флюса. Флюс потом, в принципе, можно отмыть. Предыстория этой карточки такова, что я ее уже грел раза три просто феном. Она у меня начинала работать, ну и потом, примерно через месяц, отваливалась обратно. И в конце концов, она полностью умерла, перестала выдавать вообще какую-либо картинку, либо ни на что вообще не реагировала никак. Но с появлением стола нижнего подогрева в моем распоряжении, я решил все-таки попробовать реанимировать данную видеокарту путем именно расплавления припоя под микросхемами, потому что просто феном сверху это, ну, никак не удавалось сделать. Ну, вот, будем с вами наблюдать за самим процессом. Дымочек, который вы видите, это испаряется флюс. Флюс, я обильно намазал флюсом сами чипы памяти, и потом намажу по бериметру сам главный процессор видеокарты, чтобы флюс попал под микросхемой, чтобы там все нормально прожарилось, прокипятилось. И вот, смотрите, отверточкой в процессе прожарки я трогаю тихонечко за краешек угла микросхем, и вижу, как только начинает она шататься микросхема, все сразу перехожу на следующую. Ну, и ту же самую операцию проделываем, вот уже я поменял вам вид, проделываем операцию ту же самую над главным процессором. Конечно, с центральным процессором через вот эту металлическую термокрышку мне пришлось повозиться, увеличивать температуру и стола, и температуру воздушного потока на фене. Но, тем не менее, удалось, удалось, друзья, мне все-таки расплавить припой под чипом. Ну, вот, видите, я смотрю, что да, чип чуть-чуть зашевелился. Все, прожарка закончена, друзья. Ну, теперь нужно переходить к полевым испытаниям данной видеокарты. Итак, друзья, видеокарта, которая очень хочет жить. Вот он мой, ой, Полит GTX 560. Вот у него два шестипиновых питания дополнительных, такой монстр. Ну, вот он мой, скажем так, тестовый стенд. Давайте попробуем запустить все-таки, заработает ли он после этой экзекуции или нет. Ну, как минимум, вентилятор крутится. Ну, давайте смотреть на монитор. Вентилятор крутится, смотрим на монитор. Да, друзья, есть картинка, отлично. Он у меня, эта карта вообще у меня. Короче, я ее столько раз грел, она у меня оживала и в конце концов умерла. Теперь картинка есть. Ну, теперь давайте посмотрим. Определиться, как она определится в системе. В принципе, у меня там еще три видеокарты подключены, но... Но уже радостно, друзья, уже радостно. С другой стороны, нужна ли мне эта 560-я? Я же не знаю. Ну, как бы, а почему бы за бесплатно ее не восстановить? Так. Рабочий стол загрузился. Установка программного обеспечения драйвера устройства. Ну, подождем. Ну, а что подождем? Щелкнем, посмотрим. Так, установка драйвера. Посмотрим. Автор Бернер мониторинг запустился. Давайте его пока закроем. Подождем, подождем. Итак, друзья, вот драйвера. Вот они уже определяется. Карточка. High Definition Audio. Audio. GeForce GTX 560. Требуется перезагрузка. Audio. Опять. Все. Закрыть. Карточка определилась. Перезагрузка. Сейчас посмотрим. Итак, друзья, все загрузилось. Давайте пойдем в панель управления. Система. Диспетчер устройств. Видеоадаптеры. Здесь 50i, здесь 50i. RX 560 и GTX 560. Все великолепно, друзья. Карточка ожива. Я думаю, что будет она работать. Она у меня вообще не выдавала картинку. Теперь все. Все замечательно, друзья. Ну вот так как-то получилось ее, наконец-таки, нормально реанимировать. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова